Итак, дорогие друзья, Утролайф на телеканале НТС продолжается. Мы продолжаем знакомить вас с интересными, классными гостями. В нашей студии есть еще два человека. Это у нас сегодня Антон Печатнов, дизайнер, модельер и мастер обуви ручной работы. И также вместе с ним его пиар-менеджер и компаньон Микаил Далгиев. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы из Алматы, вы у нас в гостях. Расскажите, как вы вообще добрались, что вы у нас здесь делаете в Бишкеке? Ну, мы в Бишкеке не в первый раз. Нас приглашали как почетных гостей на соревнования по конкуру. Неоднократно здесь проходят и, получается, в этом году тоже будет проходить. Мы опять-таки сюда приедем. Но сказать о городе, прекрасный город, все нравится. Первый раз, даже когда приезжали, не было такого, знаете, приехал и как будто в чужом где-то. Приезжаешь как будто домой. Спокойный такой домашний город. В Алматы все-таки темп помощнее, да? В жизни побыстрее. Да, все сдавлено такое. У вас более свободная красота. Вы сказали чемпионат по конкуру? Что это такое? Я вообще в первой служении. Это соревнования, конные соревнования, если можете видеть. Обычным словом говоря, когда садик, допустим, скачет, перепрыгивает через, ну, препятствует, называется конкур. Все понятно. С обувью, оказывается, не связано. Я думал, что это возможно как-то. Нет, нет, нет. Мы связаны. Мы там почетные гости сегодня. И мы делаем для них сапоги. Они какие-то специальные, должны быть определенной прочности, с характеристиками какими-то определенными. Да. Я понял. Антон, расскажите подробнее. Вот обуви, да? Создание дизайнерской обуви, производство. Лично для меня такое вот ощущение, как будто бы сейчас это направление не очень популярно. И вот я сейчас встречаю человека, который сам этим занимается. Как вы к этому пришли? Вы знаете, я к этому пришел от скульптуры. Я скульптор. Вот. То есть я пришел к нему от лепки. 30, сколько уже? 30 с лишним лет. Вот. То есть делал обувь. Делал обувь в Аргентину, в Канаду. Это очень популярно. В Европе. То есть делали в Ригу, делали в Мюнхен, делали в Москву. И так далее, и так далее, и так далее. Ничего себе. Но как будто по за рубежом больше ценится, да, вот именно ручная работа? Вы знаете, там просто немного другое отношение. У них в каждом дворике есть как бы своя пекарня. Взять там Чехию, да, у нас цех в Чехии был. То есть в каждом дворике есть свой хлебушек. В каждом дворике есть свой сапожник, свои личные колодки по ноге. Вот. И там это очень развито. То есть они все шьют. Масс, ну таких масс-маркетов, магазинов мало. У нас это только начинается. У нас это только начинается, поэтому мы и здесь. А сколько вообще, вот интересно, вы вот мастер обуви, потребуется времени, чтобы изготовить одну пару обуви? Вы знаете, зависит, вот если мы делали, мы делали тоже, я делал обувь тоже в Ватикан. Вот. Если эта пара, представьте, вся уложена в отфорты, да, то есть уложены камнями в Сваровске. Там, конечно, эта работа занимает около месяца. Может быть, 8 недель. Обычный заказ 8 недель. Если это, то есть обычная пара, около недели. Ну, все зависит. Там очень много сортов кожи, с которой мы работаем. Эта кожа специально выращивают телят, которые живут в коробках. Это калбокс. То есть там ни одного укусика, ни одного какой-то венки на коже, мягко говоря. Она вся как линолеум. Кстати, насколько я знаю, телятель кожи, она мягче, да? То есть вот именно ее рекомендуют, что она лучше как-то по ноге сидит, потому что не только из телячьей же делается, да? Есть не только из телячьей, есть кожа, называется кардаван. Это задняя нога лошади. Вот называется, ее делают в Японии, ее делают в Техасе в Америке. Вот дома моды, вот такие, как Луи Виттон, там еще. Они заказывают ее заранее, стоят в очереди. Вот, мы тоже знаем, где ее купить. Вот эта кожа, то есть называется кардаван, это задняя нога. Ну, есть, то есть мы работаем тоже с крокодилами. Вот, у меня друг живет, женился на Мисс Вьетнам, во Вьетнаме, открыл ферму. То есть мы берем разные, то есть крокодилы, велюр. Ну, это кожа крокодила, выделанная как велюр. То есть мы можем, ну, как бы мы работаем со всеми, со всеми материалами, которые есть в мире. Ну, в принципе, там же и питон, там же и страусиная кожа. Короче, кому как, кому нравится. Здорово. Ну, я всегда знаю, что такое ощущение, когда к нам приходят гости, допустим, мастер маникюра, дизайнер или же, допустим, дипломат. Такое ощущение, как будто все смотрят на свои сферы деятельности. Сейчас у нас гость сидит передо мной, и мне кажется, что он смотрит на нашу обувь. Наверное, да, наверное, обратил внимание в любом случае. Вы у нас с одной парой обуви, верно? Да, мы решили не делать здесь какой-то выставку. Просто показать наглядно, да? Да, то есть мы просто... Можно потрогать его? Да, можно. Я прям боюсь, боюсь. Это... Она... Вау! Это очень... Она ждал бы такой тяжелой? Там деревянная колодка. Деревянная колодка. Подклад внутри шелкография. Тоже телятина. Подклад внутри шелкография теленок. Мне кажется, надо объяснить, что такое шелкография. Шелкография – это нанесение на кожу цветного рисунка. Он очень долго стирается. Он очень для носки, специально для подклада делают. То есть она впитывает пот, абсорбирует. Можно вытащить и посмотреть. Нет, здесь еще вот эта штучка. Это она, да. То есть вот эта кожа, вот это и есть калфбокс. Подошва тоже кожа. Очень приятно просто на вовсе. Теленок, который выращенный в коробке. Ничего себе. Вау, круто. Меня всегда интересовало, вот когда люди выбирают кожу, как распоздать чистую кожу. Есть люди, которые просто так берут. Натурально имеется в виду, да. Да, на запах. Отличается ли по запаху? Вы знаете, по запаху нет. Потому что там может быть какое-нибудь покрытие, да. Может быть это. Потом сейчас развито такое применение резака. Резака, то есть срезают с кожи задний слой, прям со шкуры. Это называется спил. И покрывают там каким-то тиснением, либо под змею, либо это. Вроде бы кожа, да, как бы поджечь или поцарапать, как вы говорите. Но это спил. То есть это задняя сторона. Здесь зависит от производителя, от его репутации. То есть если я говорю, что это кожа, то ее не надо проверять. Это кожа и точка. Да, это кожа и точка. Перестань царапать, пожалуйста. Отдай, верни. Это кожа и точка. То есть здесь вот отделка. Вот так делает Том Форд. Это Франция. То есть вот так не делают даже в Италии. Это сложно делать такие вот изгибы? Это сложно, да. Это вот изгибы. Это давно, когда не было железного супинатора, делали деревянную вставку, чтобы она имела ребро, как мост. Ну, примерно. То есть вот так делает Том Форд. А с деревянной подошвой, это удобно вообще в них ходить? Нет, супинаторик. А, именно. Это вы чуть-чуть в историю влубились. Они рассказывали, как тапочки. Потом вот эта вот косметика, с которой мы работаем. Видите, Париж, 25-й год. Париж. То есть эта косметика тоже не продается у нас в Казахстане. Мы ее берем в Европе. Здесь масло жужеба. То есть эта косметика, она, здесь все, что есть в женской косметике. Только плюс цвет. Ничего себе. За обувью еще больше надо следить. Да. Я думаю, те, кто заказывает у вас индивидуальную обувь, они больше вот на рынке, на базарах, на магазинах обувь не покупают, потому что они такая удобная. Знаете, да, потому что идет сначала замер стопы, полностью выливается колодка под ногу, и получается, когда вы одеваете обувь, ну, вы просто ее не чувствуете, можно сказать. Как летая садится. Лобутен делает. Мы делаем так же, знаете, это Кристиан Лобутен, французский дизайнер, роберт. Ну, вот на лобутенах. Ну, как минимум, благодаря клипу Шнурова, да, все слышали эту фамилию. Ну, мы знаем это профессионально. То есть у него идет шпилька, и там стелька идет в форме ложки. То есть пяточка женская ложится туда. А во всей обуви, ну, это Франция, а во всей обуви стелька ровная. Вот у вас ровная стелька. А как бы заметить, что у меня стелька ровная? По взгляду просто посмотрели. А в лобутенах она круглая. Ага, все отличается. Так же мы делаем в туфлях. То есть я, как вам сказать, я тоже сижу в туфлях, но внутри, как бы, я в машинах ничего не понимаю. У меня это, то есть я не ездию, нет времени. Вот, на другой машинке. И вот, вот эта ложка, вот, она как бы не нужна ортопедическая стелька, не нужна эта. То есть у меня внешний вид, у меня туфель, а внутри у меня как футбольные бутсы, как кроссовки. То есть у меня все в ложке. Да, то есть иллюзия, что это туфли, но я сейчас в кроссовках. По ощущениям. По ощущениям, да. Микаил, вопрос к вам. С точки зрения вот маркетинга, да, наверняка ваше производство привлекло немало, так скажем, VIP-персон, да, там каких-то звезд. Есть ли, были ли такие заказы, и для кого делали по индивидуальным заказам обувь? Ну, так как мы с Алматы, из Казахстана, в основном у нас артисты все оттуда, певцы, ведущие. Они в основном заказывают, почему? Потому что, опять-таки, повторимся, обувь удобная, снаружи красивая. И вот они из этой, как бы, заказывают для того, чтобы было и удобно, и красиво одновременно. Если про какие-то имена поговорить. Про имена. Да, я думаю, что здесь, в Бишкеке, в принципе, знакомы с эстрадой Казахстана, да. Имена, ну, это Михаил Захарович. Это Шахутинский. Ух ты. Михаил Захарович, это Шахутинский, вот. Тот самый, который переворачивает календарь, каждый тридцать сентября. Настя Волочкова, Катерель, Григорий Лепс, да. Мы работали в Москве, мы шьем, то есть Сергей Михайлович Миронов, это «Справедливая Россия». Знаете, Сергей Миронов, да, конечно, депутат. Вот, в Госдуме, вот, кому еще, ну, много кого. Из наших, Абай-Бегей, и всех там. Сейчас мы сразу будем понимать, кто может позволить себе эту область. Когда вы начнете называть местных. Знаете, мы, у нас есть опции, у нас, знаете, какой у нас, как сказать, у нас, будем так говорить, история такая, что мы, опции у нас каждый человек должен позволить. Если он пришел заказать, у нас опции есть на студента. Да, на бабушку, пенсионерку, то есть на… Каждому из дедований подходят. В общем, никто без обуви от вас не уйдет. Да. По-любому что-то можно сделать, и нужно сделать, и мы не отказываем. Это мы не звездимся. То есть мы, потому что это все было достигнуто огромным трудом, десятилетиями труда. Да, и люди, конечно, если человек уже пришел, то это уже, то есть институт заказа обуви уже, ну, столько накопилось кожи за 30 лет, представляете, там, 500 вагонов. Ну, неужели нельзя сделать? Надо сделать. Это же, это же очень хороший, будем так говорить, маркетинговый ход, да, потому что мы переобуваем людей, а она уже пошла на вашей ноге в люди. Сарафанное радио тоже самое. Да, и сарафанное радио, и в люди, и, в общем, масса плюсов, да, которые, тем более, мы это делаем ради продукта. То есть мы, я художник, я ее леплю, надеюсь, я не такой сапожник, что вы там. То есть я знаю дома моды, я преподавал в школе модели стиль. Вот, я был на московских неделях моды, я знаю историю французских домов моды, то есть все, что рядом с одеждой, то есть с обувью, это мы все, то есть изучаем, мы знаем историю, моду и так далее, и так далее. У вас своя команда по изготовлению? Или вы один, вот вас хватает одного? Вы знаете, у меня есть команда, у меня есть команда в Москве, у меня есть команда в Киеве. Такие филиалы, можно сказать, да? У меня там ребята, которых я научил, кстати, ребята с Москвы общаются с ребятами с Киева, вот, и ребята в Алматы, вот, может быть, будут ребята здесь, то есть мы делимся знаниями, чем больше людей будут заниматься творчеством, тем лучше. Только ручное производство? Вы знаете, у нас есть разное производство, то есть мы работаем там с Казвих Промом, который там выпускает полторы тысячи пар в день, в день. То есть мы изучаем, мы же не сидим, мы же занимаемся, как Брайан Трейси говорит, мы же занимаемся самообразованием, да, то есть мы изучаем массовую обувь, знаем, что носят там студенты, да, школьники. У нас есть огромная программа по детской обуви, по детской обуви у нас в ложечке там вообще все, и приталенное, особенно для девочек, и ножка формируется очень хорошая, то есть и посадка, и ножка, и все. Это же очень, мы, то есть изучаем анатомию еще, вот, йогу чуть-чуть, да, там, садгуру, там еще что-то, мы, в общем, у нас вот так вот все. А есть ли какой-то популярный дизайн, который заказывает очень много людей, большинство из них приходит за каким-то определенной моделью, такая вот популярная моделька? Вы знаете, вот каждый человек, каждый человек, он популярен, да, то есть и заказывают вот с такими глазами, кеды хотят наши, по-разному, да, и лодочки, и, то есть там, не знаю, ну что еще, берцы какие-нибудь оранжевые там, там, или еще, но в основном мы сейчас, как бы стараемся, то есть уменьшить каталог и делать что-то одно. Узкое направление, да? Да, классика. Направление больше классики. Популярной модели нет, то есть мы у нас, мы каждую модель, если мы ее доводим, мы ее доводим, ну, до мирового уровня, потому что мы, я, то есть мы сейчас обучаем еще не студентов, преподавателей для казахского технического университета, я чуть-чуть изучал Гарвард, то есть я чуть-чуть хочу там сделать в казахском университете законченный цикл студентов, чтобы они умели не только шить в кафедрах обуви, но и продавать, а продавать на экспорт, да, Киргизия входит в БТО, в всемирно-торговую организацию, вот, они должны это, может быть, здесь мы обучим кого-то, может быть, это и все. Возможно, будет филиал. На экспорт, да, это ребята, которые работают сами. Вот, чем больше ребят вокруг работают, это очень хорошо. Некоторые в советское время не делились знаниями, мы ими делимся, это европейский подход, чем больше будет ателье, ребята будут молодые работать, чем больше мы будем, у нас они заберут все черное, и мы будем делать одни камни со цветочками, со стразами, что любим делать. Антон, мы, к сожалению, немножечко ограничены во времени, поэтому, наверное, последний вопрос, да, он такой более практический для наших телезрителей, на что, в первую очередь, нужно обратить внимание, когда ты приходишь в обувной магазин и выбираешь себе обувь, вот, как подобрать ту самую? Ну, во-первых, надо, во-первых, нужно обратить внимание на обувной магазин, во-первых, правильно? Самое простое, да, очевидное. Куда ты приходишь, да, ну и все, в принципе. Да, вот, если это обувной магазин должен быть, видите, обувной магазин, мы чуть-чуть отошли от этого понятия, то есть везде в мире обувщик продает обувь, вот он ее шьет, вот здесь он печет и тут продает. Надеюсь, исправим эту ситуацию. Обратить внимание прежде всего на магазин, прежде всего на того человека, кто вам ее продает, это раз. Во-вторых, ну, на это, то есть на производителя. У каждой обуви должен быть паспорт, сертификат, где она произведена, кем она произведена. И еще очень важный момент, год выделки кожи. Это как-то можно узнать, на коробке написано бывает, или? Это все написано. Если это серьезный, это как бы производитель, он все напишет вам. Все напишет, что она там без всяких ГМО, там, не знаю, да, без всяких химических этих, у вас ничего не будет впитываться в ногу, соответственно, в кровь и так далее, и так далее. А человек неваженным глазом может ли отличить настоящую кожу от ненастоящей? Реально ли это, или только мастера могут это сделать? Вы знаете, я думаю, что в 99 случаях это нереально, потому что даже нам пытались некоторые деятели, вот лежит как бы шкура крокодила, оказывается, она вырезана, то есть из теленка и протиснена. То есть настолько на нее смотришь лаковый красный крокодил. В общем, мы сегодня разбиваем такой стереотип, невозможно, на самом деле, самому определить. Главное, наверное, просто обращаться в те места, которые специализируются на производстве обуви, которым уже можно доверять. Антон, Михаил, спасибо большое, что были у нас сегодня в эфире. Очень интересная тема, здорово, что вот в век глобализации, когда, казалось бы, люди, которые работают сами руками, индивидуально, вроде бы как бы отходят на второй план, вы продолжаете этим заниматься, и наоборот говорите, что это еще придет к нам. Это, на самом деле, очень сильно воодушевляет. Спасибо вам за это утро, спасибо за эфир. Всего доброго. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И вот в продолжение темы обуви у нас еще есть классный сюжет про моду, про джинсы, которые вот сейчас актуальны в тренде весна 2024. Все, внимание на экран.